Какой он мир великих русских писателей и поэтов, которые жили 100-200 лет назад? Познакомиться с ним мы можем, заглянув в святая святых кабинеты. Они представлены на новой выставке Краеведческого музея «Кабинеты мир писателей». На самом деле кабинет подразумевает собой не только комнату конкретную, не только стол писателя, но и всё, что его окружает. И внутреннее убранство дома, и внешний архитектурный облик этого дома, и пейзажи окружающих мест, которые тоже влияют, вдохновляют на творчество. Выставка состоит из фоторабот, выполненных фотографом-консультантом Государственного музея-заповедника Шолохова, Карпом Пашиньяном. Если их внимательно рассматривать, то можно почувствовать атмосферу, которая царила в доме и располагала к творчеству. Например, на столе в кабинете Корнея Ивановича Чуковского стоят сувенирные крокодильчики. Герои его произведений. На полке висит головной убор индейца. Говорят, писатель иногда надевал его, когда встречал детей. Стену украшает красно-серая мантия. Чуковский получил её в старинном Оксфордском университете, а вместе с ней почётную степень доктора литературы за свою научную и просветительскую работу. Прежде всего, за труды по изучению поэзии и жизни Николая Некрасова. На столе Михаила Александровича Шолохова сохранилась под колпаком сигарета, которую он курил за час до смерти. На столе Александра Сергеевича Пушкина стоит двойная бронзовая чернильница с рапчонком, которой он любил пользоваться. Её поэту подарил друг Павел Нащёкин. Рядом с кабинетным фото Александра Сергеевича расположено фото детской. Как и при жизни поэты, она соседствовала с кабинетом, и детские голоса никогда не раздражали Пушкина. Более того, он любил наблюдать за детьми и с ними общаться. Выставку мы также дополнили произведениями тех писателей, кабинеты которых здесь представлены. Старались показывать те произведения, которые писались именно в годы, когда писатель творил в этом кабинете. И вот вскрытая экспозиция в этих специальных ящиках, которые под витринами у нас скрываются, можно вспомнить творчество того или иного писателя и поэта. Ещё одним важным дополнением выставки стал интерьер петербургской квартиры нашего знаменитого земляка, писателя Ивана Александровича Гончарова. Сотрудники Ульяновского музея представили единственную фотографию его кабинета в петербургской квартире на Маховой, где он прожил последние 30 лет своей жизни, где скончался. Также в экспозицию вошли подлинные вещи, которые когда-то принадлежали Гончарову. Это кресло из его петербургского кабинета и кофейный столик. Главная особенность этой выставки в том, что в её создании принимали участие 13 литературных музеев Российской Федерации. Но посетитель сможет познакомиться с экспозицией более 20 литературных музеев страны в одном месте и в одно время. Выставка будет работать до 21 сентября. Ирина Антонова, Юрий Ломатов. Новости Уллправда ТВ. Новости Уллправда ТВ.